Кинокомпания 20-й век Фокс Десять негритят отправились обедать Гарри Бобкин представляет И вот их больше нет По роману Агаты Кристи В ролях Барри Фиджеральд, Уолтер Хьюстон, Лоис Эйворт Роланд Янг, Джун Дюпре, Миша Ауэр, Сэр Сесси Обри Смит Джудит Андерсон, Ричард Хейден и другие Оператор Люсьен Андрео, композитор Марио Костыново-Тедеско Продюсер Лео Поктер Автор сценария Дадли Николс Продюсер и режиссер Рене Клер Продюсер и режиссер Рене Криво-Тедеско Продюсер Рене Криво-Тедеско ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какое тихое место. Да, тихое, очень тихое. Ванная там, мисс. Кажется, у нас одна ванная. Позвольте представиться, я Вера Клейтерн, секретарша миссис Онин. Я Эмили Брэнд. Что-нибудь нужно, мисс? А где миссис Онин? Я новая секретарша. Вы, наверное, знаете? Нет, мисс. Я ничего не знаю. Только имена людей, которых пригласили на уикенд. Миссис Онин не говорила обо мне? Я еще не видела миссис Онин. Мы приехали пару дней назад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дом большой. Сколько здесь лук? Только я и Роджер, мисс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Миссис Онин приехал? Еще нет, сэр. А где миссис Онин? Они задержались в Лондоне. Я получил письмо. Будут к обеду. Восемь. Это напоминает мне историю о двух англичанах, которые три года провели на пустынном острове. И ни разу не говорили друг с другом, поскольку не были представлены. Я не англичанин. Я князь Никита Старлов. Можно Никит. Что ж, лед трогался, джентльмены? Я судья Куилл Кеннон. Добрый день. Я доктор Армстронг. Меня зовут Ломбард. Филипп Ломбард. Я генерал Мендрик. Сэр Джон Мендрик. Так, пару лет назад я был у вас. Ваша жена болела. А я, жена, умерла. Благоволите пройти за мной, джентльмены. Я покажу вам ваши комнаты. Я не расслышал вашего имени. Блор. Блор? Уильям Генри Блор. Филипп Ломбард. Вы взяли чужой чемодан. Вы наблюдательный, мистер Блор. Ч.М. Ч.М. Чарльз Морли. Мой друг. Мне нравится его вкус и его вещи. Простите, доктор. Было открыто. У нас общая ванная. Я не знал. Никак не могу закончить одеваться к обеду. Я помогу. Спасибо. Вы бывали в этих местах? Нет, никогда. В них есть волшебство. Да, словно самостоятельный мир. Неплохо провести здесь остаток дней. Нет, спасибо. Уикенда будет достаточно. Для многих очарование острова означает бегство. Есть люди, которые заболели, пытаясь сбежать от реальности. И как вы их лечите? Рассказываю сказки. Об островах и воображаемой безопасности. Вы верите в медицину, доктор? А вы верите в правосудие, судья? Мистер Блор. Да. Ванная свободна. Думаешь, готово? Достаточно. Этель. Не стой столбом, подними. Ты емал сегодня полы? Думаешь, у меня есть время на все? Не надо было звать целый дом гостей. Так и скажу, мистер Ониму. Скажи, что мы уходим. Нас не предупредили, что дом такой большой и унылый. Ты ехала на остров? Всего один дом. Мне здесь не по себе. Эй! Не едет, как миленькие. До самой смерти будем есть всякую грязь. Дамы и господа. Позвольте предложить тост за гостеприимную хозяйку. За миссис Оним. Доктор, я вижу, вы пьете воду. Нехорошо. От воды вреда не будет. Особенно в моей профессии. Старая поговорка гласит, доктор, не верь тому, кто не пьет. Прямо как в Библии. Великая книга. А теперь я хочу выпить за мистера Онима. Отличный парень. Надеюсь, вы произнесете все возможные тосты. Скажите, мисс Клейберн, почему остров называется негритянский? Я не знаю. Простите, сэр. По форме остров похож на голову негра. А, вот и негритята. Негритята? Это просто чудесно, сэр. Я пью за негритят. За каждого в отдельности. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять негритят. Десять негритят. Как в детской считалке. Десять негритят отправились обедать. Один вдруг поперхнулся, и их осталось девять. Бедняжка. За него. А что с остальными? Девять негритят, поев, клевали носом. Один не смог проснуться, и их осталось восемь. А дальше? Слова и нота на фортепиано. Похоже, мистер Онем обожает эту песенку. Восемь негритеночков в Девон ушли потом. Один не возвратился, остались семеро. Семь милых негритят дрова рубили вместе, кого-то зарубили, и вот осталось шесть их. Шестеро на пасеке решили погулять. Ужарила пчела, ребенка, их осталось пять. Пять милых негритят суд праведной вершины. Казнили одного. Осталось их четыре. Четыре негритеночка купаться все пошли. Но так уж получилось, вернулось только три. Случайно в зоопарк затем попали эти трое. Большой медведь пришел, и их осталось новое. Обязательно нужно петь до конца? Спокойно, судье немного осталось. Два негритеночка у дома развлеклись. Сгорел один на солнце, второй сумел спастись. Но одному последнему немил стал белый свет. Повесился с тоски, малыш. И вот их больше нет. Прошу внимания, дамы и господа. С вами говорит мистер Оним. Вам предъявляются следующие обвинения. Генерал Джон Мендрэйк. Вы намеренно послали на смерть любовника вашей жены, лейтенанта Артура Лисфилда. Эмили Брент. Вы виновны в смерти вашего племянника, Питера Брента. Доктор Эдвард Джи Армстронг. Ваше пьянство послужило причиной смерти миссис Мэри Клис. Князь Никита Старлов. Вы виновны в убийстве Фреда и Люси Марло. Берек Лейторн. Вы убили жениха своей сестры Ричарда Пафлика. Судья Фрэнсис Джей Куин Кэнон. Вы несете ответственность за смерть Эдварда Ситона. Филипп Ломбард. Вы обрекли на смерть 20 человек из восточно-африканского племени. Уильям Эйч Блоор. Ваше лжесвидетельство стало причиной смерти Джеймса Лендера. Томас и Этель Роджерс. Вы убили свою престарелую нанимательницу. Миссис Дженнифер Брейди. Господа обвиняемые. Что вы можете сказать в свою защиту? Прошу внимания, дамы и господа. С вами говорит... Что это значит? Что за дурацкие шутки? Это запись. Это гнусная ложь. Лебединая песня. Кто из вас завел граммафай? Я, сэр. Зачем? Но ведь я не знал. Клянусь, не знал. Я просто выполнял приказ. Чей приказ? Мистер Онима. Давайте уточним детали. Мистер Оним отдал приказ. Что он сказал? Поставить пластинку в 9 часов. Я полагал, что там какая-то мюзика. Правда, сэр. Я не видел мистера Онима. Мне передолажило. Я говорила, не надо соглашаться. Я хочу уехать. Я не возьму деньги. Заткнись. Думаю, Роджерс, вашей жене нужно прилечь. Прошу минуту внимания. Письмо, которое получил Роджерс, подписано А.Н. Оним. Должен признаться, что я его тоже не видел. Он что за человек? Кто его знает? Приехали в гости, не зная хозяина. А сами-то что, ваше высочество? Ну, я другое дело. Я профессиональный гость. Мне надо было приезжать. Уймись, Этель. Я говорила, что когда-нибудь все откроется. Этель. Она очень расстроена, доктор. Думаю, это просто шок. Дайте ей это. Десять капель на стакан воды. Да, сэр. Если не заснет, через два часа повторите. Надеюсь, она заснет, доктор. Доктор Армстронг, мы опросили всех, кроме вас. Что привело вас на остров? Меня пригласили в профессиональном качестве. Письме мистер Оним просил меня приехать, провести здесь уикенд и осмотреть его жену, которая боится врача. Итак, подведем итоги. Мы все получили письма от своих старых друзей, которые предложили нам провести уикенд в качестве гостей Читы Оним. Мисс Клейтерн наняли через агентство как секретаршу миссис Оним. Только письмо мистеру Ломбарду написано лично мистером Онимом. Это странно. Мне даже немного подозрительно. Что скажете? Скажу, что мы не получили никакого объяснения от этого джентльмена. Ваша честь, не вижу смысла скрывать, мне предложили работу. Здесь. Кто? Да, это Тонин. Вы его видели? Нет. Письмо был вложен в чек. Мне вели втереться к вам в компанию. Я частный детектив, у меня есть недостоверение. Смотрите, судья, все письма подписаны. А-Н-Оним. А-Н-Оним. А-Н-О-ним. Год назад. Два человека на дороге. Я еду быстрее, быстрее, быстрее. И что? У меня отобрали права. А эти люди? Я их переехал. Не повезло. Не могу понять, зачем этот А-Н-Оним решил собрать нас здесь. Мое мнение, что этот человек, скорее всего, душевно больной. Он может быть опасен. По-моему, лучше уехать как можно скорее. Согласен, сэр Роджерс, вы можете вызвать лодку? Нет, сэр, здесь нет телефона. Лодка приходит два раза в неделю. Ее не будет до понедельника. А сегодня пятница. Хотите остаться? Нет, сэр. Зачем уезжать, друзья? Давайте докопаемся до разгадки тайны. Это увлекательно. Чудесно. В мои годы такие тайны уже не увлекают. Судья не понимает страсти к приключениям. А я люблю преступные тайны. Предлагаю отличный тост. Выпьем за преступление. Омерзрительно. Напился, как свинья. Что вы сказали? Не шевелится? Он просто пьян. Он просто мертв. Что говорит доктор? Мертв. Что? Куда вы смотрите, Роджерс? Он разбился, сэр. Придется отчитываться перед владельцем дома. Но мистер Онем не владелец. Он взял остров в аренду. Так вы знаете больше всех. Ну-ка, Роджерс, раскройте нам тайны острова. Клянусь, сэр. Я верю, Роджерс. Но боюсь, другие могут в вас усомниться. Не трогать. Идите спать, мистер Блор. Я профессионал. Есть смысл обменяться информацией. Возможно, наши мнения совпадут. Почему нельзя трогать стакан? Не думаю, что вам стоит оставлять на нем свои отпечатки. Понюхайте. Сианид. Самоубийство? Полагаю, это решать вам, сэр. Доктор Армстронг. Доктор Армстронг. Что, Роджерс? Моя жена, с ней что-то не так. Иду. Доброе утро, мисс Брэн. Надеюсь, вы спали лучше меня. Я спала прекрасно. Моя совесть чиста. Доброе утро, генерал. Доброе утро. Генерал Мендрейк. Да, Джиллиант. Си-си-я. Думал о своей жене. Привет, мисс Клейтерн. Пойдем завтракать? Пора садиться за стол. Привет, судья. Привет, мисс Брэнт. Вас что-то тревожит? Не понимаю. Чего вы не понимаете? Эти фигурки. Сколько их было вчера? Десять. По словам Роджерса, одна разбилась после того события. События? Сейчас их восемь. А восемь? Только восемь. Только восемь. Я так и сказал. Нашли о чем волноваться. Давайте завтракать. Боюсь, что сегодня завтрака не будет. Миссис Роджерс умерла в восемь. Что? Что? Как? Сердце, несомненно, отказало. Но в чем причина, я не знаю. Совесть. Какая совесть? Где ее муж? Он боялся, что она проговорится. Простите. Завтрак готовить некому. Моя жена... Ничего, Роджерс. Мы понимаем. Армстрол, вы сказали, что он умер. Его жена. А? Его жена. Жена? Нет. Не думаю, что человек может убить жену, чтобы она не натворила. Нечестивый уловлен делами рук своих. Две случайных смерти за два дня? Я не верю. Я тоже. А вы судья? Как там в этой считалке, Мисс Клейтер? Десять негритят. Один поперхнулся, и их осталось девять. Дальше. Один не смог проснуться, и их осталось восемь. Теперь нас восемь на острове. Ломбард! Одну минутку. Я подожду. Я, кажется, понял. Что поняли? Обыскать остров ничего не стоит. Здесь одни скалы. Мы можем выловить этого Онима, если хорошенько прочешем остров. Значит, Роджерс врет? Возможно. Он напуган. Напуган до смерти. Тем, что жена могла проболтаться. Выходит, Оним спрятался до приезда Роджерсов. Не важно, врет Роджерс или нет. Вы согласны, что Оним прячется здесь? Этот маньяк может быть опасен. Да, но вдвоем обойти остров нелегко. И можно попасть в переделку. У вас, случайно, нет оружия? Забавно, Блор. Я хотел спросить об этом вас. Мистер Оним прячется. Видимо, у него есть план. И чтобы выполнить этот план, он мог запастись целым арсеналом, включая яд. Может, за нами наблюдают? Тайна. И что видно? Я... Я услышал голоса. Джентльмены, я пришел к выводу, что таинственный Оним прячется на острове. Поразительно. Я искал вас, чтобы сообщить о том же. Я тоже, Саш. И я. Наши мнения совпадают. Мы должны отыскать его укрытие. Немедленно. Пока безумец на свободе, мы в опасности. Вы слышите? Привет, дружок. Ловишь мышь? Мы тоже. Мне трудно судить, кто из нас... Вот. А кто мышь? В комнате никого. Генерала нет. Где этот старик? Умою, он и сам это плохо осознает. О. И здесь никого, кроме русского. Песенка, которую он напевал... ...об этих... ...об негритятах. Поистине лебединая песня. Одно ясно. Если его нет в доме, значит, он снаружи. Блестящая мысль была. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают Она придет в понедельник Лодка за нами не придет Мы останемся здесь Ты его любила, Джилент? Сэр Джон Простите, дитя мое Вы не понимаете Никого Никакого жилья И никакого укрытия Там даже чайки не спрятаться Не понимаю Значит, мы ошибались Разыгралось воображение И мы вообразили двух мертвецов Русский покончил с собой А миссис Роджерс? Ну, вы не могли дать ей слишком большую дозу Доктора не позволяют себе подобных ошибок А вот детективы иногда ошибаются Это была не первая вас ошибка Если верить в пластинке Джилентмены, сейчас не время ссориться Надо признать Мы в ловушке Не забывайте о десяти легричатах Верно Здесь видна рука Онима Да, но где же сам мистер Оним? Если Оним на острове Он подхватит простуду Это шутка? Я не уловил суть Мы услышим, как он начнет чихать Простите, есть только ветчина и салат Это все, что я смог Ничего, Роджерс Роджерс Это надо убрать А генерала позвали? Я заглянул к нему, но его не было Он входил в дом? Я не видела Может так и сидит на берегу? Совсем спятил Я знаю, где он Я сам, мисс Клейтерн Вы говорили, что генерал вел себя очень странно? Как настоящий безумец Или как лунатик? Точно, старик спятил Господь карает, лишая разума Ну что, посмотрим на лунатика? Он сказал, что лодка не придет Он что-то знает Может он не такой псих, каким кажется? Доктор Пойдемте со мной Не ждите нас И генерала тоже Допустим, яд в стакане самоубийства Передозировка лекарства – случайность Но Это орудие Которое мы вытащили из спины жертвы Означает только одно Убийство Убийство Или божья кара Моя дорогая Исходя из своего опыта Могу сказать, что провидения Чаще карают руками смертных Очевидно, Мисс Роним Обнаружив, что некоторые преступления Невозможно доказать Решил сам свершить правосудие Вот зачем он заморнил нас на остров И здесь кроме нас никого нет Никого Доктор Доктор Армстонг Что еще? Исчез Еще один негритенок Знак смерти генерала Я этого ждал Вы сказали, что мы одни на острове Вполне здравая мысль Тем не менее, я считаю, что Мистер Оним здесь Ему негде быть Я не верю в человека-невидимку Его можно увидеть Мистер Оним мог попасть сюда лишь одним путем Это ясно Мистер Оним Один из нас Мистер Оним Мистер Оним А без этого нельзя? Я пытаюсь влезть в шкуру Оним Может быть, вы знаете, как он убил генерала? Блор, вы умеете читать? Восемь негритеночков в Девон ушли потом Один не возвратился Остались в Семеров Старый солдат остался на поле боя Я вам не помешаю Нисколько, Блор В этой игре очень важна точность В какой игре, судья? Мы с доктором пришли к выводу Что все было тщательно продумано Смотрите Он заманил нас на остров Роджерсы ждут нас Не забудьте, ждут нас Один из десяти Мистер Оним Полностью согласен Троих из десяти Мы уверенно можем исключить Кого? Мертвецов Русский князь Миссис Роджерс И генерал Семь человек Осталось Шесть Один убийца Верно, сэр Один из нас Мистер Оним Кто? А ваши алиби? А в отличие от вас Я известный специалист Боюсь, доктор, что это ничего не доказывает Я тоже известен Но с ума сходили и доктора И судьи И полисмены И люди вашей профессии, Ломбард Верно, верно Женщин исключить можно? Нет У вас есть алиби? Для подобных обвинений нужны основания А Роджерс? Его можно вычеркнуть? Что мы о нем знаем? Он поставил пластинку Это факт Откуда мы знаем, что он действительно дворецкий? Нет, нет Психологически неверно Думаю, Роджерса можно исключить Почему вдруг? Из-за формы головы Маловато мозгов И не забудьте еще одно Одна из жертв, моя жена В моей практике Несколько мужей были осуждены Из-за убийства жен Что ж Если так рассуждать То спятись мог бы любить Каждый находится под подозрением И потому все должны быть на чеку Иначе Нас всех ждет одно И мистер Онин Скоро останется один На этом острове Не пугайтесь, мисс Клейтерн Кое-кому кажется, что музыка сейчас не уместна Не могу сидеть, надо что-то делать Продолжайте Из всей компании я не подозреваю только вас Спасибо Не хотите вернуть комплимент? Я уже составила о вас свое мнение Кого подозреваете? Он возле камина Думаю, вы ошибаетесь Тогда кто? Человек, который верит в правосудие У него хватит энергии взять на себя роль палача Я голосую за судима Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не забудьте проголосовать Тот, кто не хочет голосовать, может открыто высказать свои подозрения Нет, нет, я больше не пью Хотя, в данном случае... Итак, кто наиболее вероятный мистер Онем? Мистер Ломбард, один голос Мистер Блор, один голос Доктор Арлстронг, один голос Роджерс, один голос Мисс Брент, один голос И меня не обошли стороной Один голос И опять вы, Роджерс, победили То есть вы обвиняете меня? Ну, это ничего не доказывает, но наводит на размышления Но ведь я простой дворецкий Вы говорили, что я слишком глуп Я голосовал не за вас А за кого? За того, кто не выпил коктейль Думаете, я отравил коктейль? Я докажу, сэр Обвинить невинного Я не мог отравить весь алкоголь Если на то пошло, я не буду готовить обед Не стоит обижаться, Роджерс От вас я этого не ожидал, сэр Простите, Роджерс Но, может, вы подали голос из-за меня? Нет, сэр Я голосовал В общем, время покажет В конце концов, мы все под подозрением Меня никогда не обвиняли в преступлении, сэр А как же граммофон, Роджерс? А что с ним? Ваша прежняя нанимательница оставила вам деньги Не разыгрывайте оскорбленное достоинство Она ведь была больна? Может, вы... Слегка сократили ее страдания? Разумеется, с помощью бедной Миссис Роджерс Я не хочу с вами спорить, сэр Но почему вы думаете, что я не могу убить кого-нибудь Будь совершенно бесконечный Нет, спасибо Простите Пожалуй, не стоит сидеть здесь всю ночь Я пойду к себе Спокойной ночи Я, пожалуй, тоже пойду спать Если вы не против, милочка, я поднимусь одна Позвольте напомнить, мисс Брент, что за меня не подали ни одного голоса Об этом и речь Я нахожу это крайне подозрительным Я пойду в качестве третьего лица Не спешите, Ломбард Я пойду с вами Тем веселее И безопаснее Тепло здесь, да? Да, тепло, очень тепло И тоскливо Да, тоскливо, очень тоскливо Роджерс Да, сэр Вы не против составить меня компанию? Как вы желаете, сэр Не пейте больше Ничего, сэр Спокойной ночи Не забудьте запереть дверь От дьявола запоры не спасут И это рехнулось Скоро придется всех запирать И вас тоже, Блор? Нет Я пока еще в здравом уме А вы не боитесь спятить, дружок? Я абсолютно нормально Спасибо Он уходит? Да, сэр Я придумал хорошее решение Пока я в доме, вы чувствуете себя в опасности Поэтому я буду спать в сарае А теперь прошу меня извинить Спокойной ночи Запрем дверь И еще одно, мистер Блор Пока семь Заприте дверь Ключ сюда Никаких негритянских штучек Запирайте, Блор Стойте Вы-то сможете войти? Верно Но куда нам деть ключ? Роджерс Откройте, Роджерс Отойдите от двери Это я, Ломбард Откройте Думаете, я дурак, мистер Ломбард? Не глупите, Роджерс Желаю и вам того же, сэр Здесь судья Куин Кеннон Я кожа здесь, Роджерс Доктор Армстрон И Блор Открой дверь В данной ситуации я не открою дверь даже самому Санта-Клаусу Мы хотим дать вам ключ Какой? Не важен, идиот Быстрее, здесь дождь Подсуньте под дверь, сэр Пока, Роджерс Пока, Роджерс Никому не открывайте За меня не волнуйтесь, сэр Будьте осторожны, сэр Буду От обычной простуды погибло больше людей, чем... Не важно А ведь Роджерс может отбереть дверь Я задвинул засов Он не сможет открыть снаружи Кстати, если один из вас, мистер Оним Запомните, я чутко сплю Спокойной ночи Спокойной ночи Советую запереться понадежнее Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи Мисс Брэнд Мисс Брэнд Мисс Брэнд Не отвечает Дверь заперта? Конечно Проверьте Ее здесь нет Вы быстро соображаете, Бло В чем дело? Мисс Брэнд исчезла Я постучала, она не ответила Ну и что? Вы все спали? Я встала рано, может она внизу? Я же запер дверь Кто ее открыл? Смотрите Доброе утро Интересные водоросли Я нашла их на берегу Вы вышли через эту дверь? Да, я ее открыла Доброе утро Я тоже люблю гулять перед завтраком Но не стоит уходить одной Как раз одна я в безопасности, спасибо Я не все сказал Вы знали, что Роджерс ночует в сарае? Бедняга, надеюсь он не простудится Что это? Какой-то стук Дверь на кухне Роджерс хочет войти Да, пора завтракать Где он? Откуда шел стук? Роджерс? Роджерс? Роджерс! Его там нет Роджерс! Знаете что? Все объяснилось Это Роджерс Психологически это возможно Вчера он вел себя чрезвычайно странно Плевать на психологию Я придерживаюсь фактов Мы его обвинили Пакт Он напился И хотел открыть нам дверь сарая Пакт Утром он протрезвел Понял, что разоблачен и исчез Факт Вы упустили из виды еще один факт Он мертв Картина ясна После убийства лезвие вытерли Убийца подкрался сзади Занес топор и ударил Раскроив Роджерсу череп Семь милых негритят Дрова рубили вместе Кого-то зарубили И вот осталось шесть их Для такого удара требуется изрядная сила А нет, это могла сделать и женщина Мисс Клейтерн заперлась в комнате, доктор Если вы об этом Мы все были в своих комнатах Кроме Завтрака нет Нет Будь у меня такой дворецкий Я бы от него избавилась Стойте Мы кое-что забыли Что? Столовая Заперта? Где ключ? Сали из кармана Роджерса Один Два Три Четыре Пять Шесть Еще один пропал Дверь была заперта Я понял Нет, не то Не знаете, есть на острове пчелы? Нет А что? Шестеро на пасеке решили погулять Ужалила пчела ребенка Их осталось пять Глупо убивать единственного слугу Даже мармелад не найти Берегитесь, пчел Поосторожней с этим типом Непременно, мисс Брэнд Я осторожна со всеми Чистая совесть лучший советчик Особенно на острове Кара не всегда свершается Именно это имел в виду мистер Оним Верно, за грехи надо расплачиваться А как же обвинение против вас? Яйца свежие Что скажете, мисс Брэнд? Вы виновна в смерти племянника? Конечно, нет, мисс Клейтерн У мальчика была дурная наследственность По отцовской линии Что делать? Пришлось поместить его в лечебницу Боюсь, яйца остынут Что стало с мальчиком? Я его больше не видела Навещать его не было смысла Я понял Кто взял негритенка? Кто? Роджерс У него был ключ от комнаты, факт Он взял негритенка Снова запер дверь Вернулся в сарай И стал рубить дрова Факт А затем Затем Взял топор и раскроил себе череп Факт Попробуйте проделать это над собой Тут нужна практика Один из нас сумел выйти из дома незамеченным Верно, мисс Брэнт? Совершенно верно Убийца встретил Роджерса и зарубил его Затем взял из его кармана ключ Вот и все? Да Но ключ был в кармане Роджерса Разумеется Убийца вернул его в карман Роджерса И пошел спать И Лерри решил прогуляться перед завтраком Простите, мисс Брэнт Кому-нибудь еще чай? Ломбард Ломбард Да, Блор Что вы тут делаете? Вы же меня звали А, ну да, да, да Вам не кажется, что судья слишком много знает Суду поспевает На каждое место преступление Дорогой Блор У вас нет шансов выжить Почему? Недостаток воображения Преступник с мозгами по нему расправится с вами в два счета И один мужчина меня не одурачивает А женщина? Да, да Женщинам верить нельзя Она явно в депрессии Не знаю, как я раньше не заметил Утром на кухне она была странной Вела себя странно Но при этом Не оставила никаких улик Оставила Вот это Желомыслящий человек не станет Тащить в дом водоросли Взяла, чтобы отвести подозрение Это она Она, чтоб я сдох Стойте, Блор Пусть идет мисс Плейтерн Будет естественнее Мисс Брент Мисс Брент Мисс Брент Безполезно, мисс Плейтерн Она не ответит Пчела Смотрите, пчела Обычная пчела, мисс Плейтерн Ничего Только отметина на шее Вот это пчела, доктор Кто-то его взял Шприца нет Смотрите сами Какой яд ей ввели? Можно лишь гадать Очень сильный Она умерла почти Благодарен Но пчела Пчела в ее комнате Фирменный знак убийцы Он не отступает от детской считалки Он псих Мы все с пятерами Нет, мистер Ломбард Я пока в здравом уме Осталось пятеро Один из нас убийца Все прочие беззащитны Беззащитны? У Ломбарда есть револьвер Молодец, блог Как узнали? А у меня нет револьвера Это противозаконно А у вас, доктор? У меня нет Давайте обыщите меня Мисс Плейтерн Нет, а жаль Верно, мисс Плейтерн Серьезное упущение В незнакомый дом Надо приходить с оружием Почему вы не сказали Что у вас есть револьвер? Вы не спрашивали Обыщите его Зря тратите время Я знаю, где он Судья, вы сказали Среди нас убийца Советую не оставлять Блора одного Револьвера нет Глупости, Блор Он там Проверьте карманы Пустите, у меня его нет Нет Куда вы его дели? А куда его дели вы? Боже мой, где он? Один из нас мог бы ответить Но он говорить не станет Такое время Это игра ума, Блор Игра ума Вам следовало остаться в комнате И запереть дверь Ага А я не хочу отрываться от остальных Почему? На сцене ни разу не было третьего лица Когда случалась неприятность Мистер Унин всегда оставался наедине с жертвой Присутствие третьего лица он бездействует Вы нервничаете? Мы с вами одни Мы не одни Я попросила Блора присмотреть за нами Он третье лицо Блор! Еще одна незадача Что-то с генератором Баттери, наверное, садятся Ночью свет во всем доме должен гореть Пойду посмотрю мотор Включите, доктор Включите Хотите продолжить игру в полутьме? Вы отошли от окна и оставили меня одну Мне надо в сарай Идите к себе и заприте дверь Запру Где мисс Клейтер? Не знаю Где Блор? Пошел в сарай Сарай? В чем дело, доктор? А, понятно Мы остались одни Ломбард! Ломбард! Сюда! Да! Где Вера? Где Вера? Вера? Мисс Клейтер Не подходите Где она? Назад! Отвечайте, иначе я убью вас Еще шаг и вам конец Доктор, прошу Дайте мне шанс Если мистер Онин Вы Преждайте мне Я ничего не скажу остальными Не пытайтесь меня одуратить Если хотите убить тех троих Я не стану мешать Не скажу ни слова И буду помогать вам до конца жизни Слушайте Я верю вам А вы верите мне? Да Слава Богу Не подходите Вы скоро устаете За меня не бойтесь Если мисс Клейтер в комнате То мы выглядим идиотами Не старайтесь, я вам не доверяю Кто-то идет Мисс Клейтер Я сказал вам запереться в комнате Я ищу Он прав, Вера Так лучше Идем Стойте Что еще? Подождите, пока я закончу Разбираетесь в машинах? Не мешайте Я понял Стойте на месте Я не сдвинусь Я тоже Пока не включат свет Думаете, включат? А почему нет? Это не случайность Кому-то нужно, чтобы было темно Кому? Тому Кому мы боимся Но он ошибся Этот трюк Этот трюк с выключением света Вывел из игры двоих Вас и меня Мы можем доверять друг другу Понимаю Значит, мы можем не бояться друг друга Теперь мы будем действовать заодно И Идем Убийцу Нам больше нечего скрывать Верно? Ничего, если я выпью Как мне этого не хватало Итак Итак Мы будем говорить друг другу правду Всю правду Кто хочет высказаться? Что ж, тогда начну я Как вам известно Таинственный мистер Оним Обвинил меня в смерти Эдварда Ситона Это истинная правда Он был невиновен Лично против него Я ничего не имел Но я очень хотел Подмочить репутацию его защитника Он провалил дело А его клиент Потерял жизнь Доктор Скажите правду Сейчас от этого зависит Ваша судьба Волос на пластинке Не солгал Я оперировал Миссис Плис Находясь под сильным влиянием Да, я виноват Но Только в пьянстве Не в убийстве Я в этом не участвую Сядьте, мистер Блор Это позволит нам сделать важный вывод Верно, доктор? На вашем месте я бы всем рассказал Я никого не убивал Мы слушаем, мистер Блор Конечно, Лендер был невиновен Но гангстеры предложили мне хороший куш Ну, я и дал показания против него Это все Но он умер в тюрьме, так? Конечно, умер Но откуда я мог знать? А вы сами, мистер Ломбард? Что вы сделали студентами в Южной Африке? Не дергайтесь, Блор Мистер Ломбард ничего не отрицает Первый раз сказали правду Вы нас покидаете, мисс Клейтерн? Кажется, вы дрожите Холодно Вы предлагаете отложить расследование И разжечь огонь? То есть, выйти наружу за дровами? Как раньше, Роджерс? Нет Лучше мы подождем Спасибо Останьтесь, мистер Ломбард С ней ничего не случится, пока мы здесь Вера, мисс Клейтерн Блор, доктор, доктор Я здесь, Блор Я Ломбард, где Блор? Я не вижу в темноте А где вы сейчас были? Зашел за свечой А вы где были? Я искал свой фонарик Где Блор? Блор! Что вам надо в моей комнате? В вашей? Темно, черт, не видно Что с вами? Что-то на меня налетел Что слышали? Блор, быстро Меня так двинули, что искры из глаз посыпались Это Вера Это Вера Вера Что с вами? Что вас напугало? В моей комнате Кто? Меня... Коснулась чья-то рука Кто это был? Я... Не знаю Свеча погасла Сейчас узнаем Эй! Свет! 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 Воды росли Как холодной рукой по лицу Вот на что вы наткнулись, Вера Кто их принес? Кто приволок их в дом? Мисс Брент Вы уверены, что мисс Брент? Мертва, как бревно Где судья? Я думал, он с нами Я тоже Он шел за мной по лестнице Да Помню, я споткнулся И услышал выстрел Выстрел? Что я говорю? Что? Старая лиса Выстрел, значит? Да Воспользовался суматохой и темнотой Мы бросились наверх А он остался Проверим Мой револьвер Как все просто Бедный судья, входите Вот почему он остался Ему прострелили голову Стреляли один раз Кто следующий? Еще один оправдан Он нашел разгадку И его заставили замолчать Кто? Заставил Кто? Не помните? Минутку, мисс Клейтерн Вы уклонились от ответа И поднялись сюда Сославшись на холод Верно? Да Вы открыли дверь Ветер задул свечи Водоросли коснулись лица Вы закричали Все так? Но когда мы поднялись То обнаружили вас в коридоре Как вы там оказались? Она не видела, куда идет Истерика Да Если бы она не вскрикнула Мы бы остались в гостиной И судья был бы жив Погодите Не путайте Убить сезю Могли мы, а не она Не спешите, мистер Ломбард Мы знаем, что судья Вплотную подошел к разгадке Кто знает, что он думал? Я знаю Он рассказал мне Правду Всю правду Мисс Клейтерн Вы совершили преступление В котором вас обвиняют? Не хочу говорить об этом Придется Мы все признались В кое-каких грехах Все Кроме вас Но, дитя мое Вы действительно убили Жениха сестры Вы поверите, если я скажу нет? Не поверю Тогда и говорить не о чем И больше никаких вопросов Вам так нужна правда? Именно это важнее всего Почему? Поймете Поймете Судья дал нам нить Онин заманил нас на остров Чтобы покарать за убийство Верно Мы трое Можно сказать Признали себя виновными Верно Следовательно Мы не заинтересованы в наказании Верно Вывод Тот, кто ни в чем не признался И есть Онин Я понял Светлый ум был Он ему не в чем признаваться В отличие от нас Да, это важно Теперь вы поняли, мистер Ломбард? Убедительно Математическая дедукция Эй, погодите Ну нет Не суйтесь, Блор Значит, никому И что дальше? Теперь пойдем спать Ну что ж, джентльмены Спокойной ночи Доктор В вашей теории Есть изъян Всего четыре слова Хотите? Допустим, я скажу Мистер Онин Это я Было бы интересно Но Маловероятно Вот беда, Ломбард Вам никто не верит? Жаль, я ведь хотел помочь Спите спокойно Хотелось бы Так и будет Субтитры создавал DimaTorzok Давно вы там стоите? Не так громко Давно вы там стоите? Я решил охранять вас Зачем? Хочу подождать здесь, мистер Онин Вы заперты, но ключ снаружи Вам все ясно? Доктор или Блор Могут проникнуть в вашу комнату В любую минуту А может, он им уже здесь? Это вы Тогда вы не стали бы открывать окно А если это я? Хитрости маловато Иначе вы бы признались в любых преступлениях Ведь он им в курсе всех дел Вы действительно не убивали этого парня? Может, вы забыли? Может, его и не было? Он был А его точно убили? Да Конечно Убил тот, кто вам близок Вас подозревали? Так кто же был убийцей? Моя сестра Я не выбила ее Выходит, мистер Онин просчитался Вы здесь лишние Вы не виновны в убийстве А вы ни в чем не раскаиваетесь, мистер Ломбард Не называйте меня мистером И Ломбард тоже Я расскажу вам о Ломбарде то, чего не знает мистер Онин Возьмем его, когда он войдет Без нужды не стреляйте Уходим Вниз Пойду посмотрю Вы же заперты Пойдем другим путем Революю Оставьте, вдруг вернется Вас могут убить Это будет серьезной ошибкой Ведь он не знает, что я не мистер Ломбард Оставьте, мистер Ломбард Сейчас выясним Это Блор или Доктор Одного из них нет Блор! Блор! Скорее откройте! Кто ее выпустил? Неважно, идем Его нет Теперь все ясно Он внизу Пошли, он попался Откуда мне знать, что вы не врете? Не дурите, Блор Теряем время Ну да, жизнь коротка Но я тоже была здесь Были, да? Вижу у вас револьвер Ломбард расщедрился Идите вперед Идем, Вера Он нас на до Да, Блор Осмотрим дом Один, два, три Три негритенка Мы должны думать, что он мертв Этот номер не пройдет Вы нас не одурачите, ясно? О, что это? О, что это? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...